так в общем так как у меня есть хозяйство и там используется автоматика для солнечного коллектора для продления светового дня освещения вот система у меня на 12 на 24 основная резервная в доме вот и приходится использовать всякие понижайки для того чтобы оборудование 12-вольтовое работал решил сделать вот такой маленький стационарный источник питания только для хозяйства чтобы провода не тянуть везде 24 вольта расположить вот такой ящик непосредственно там в помещении курятника перепелятника подвести туда солнечные батареи 12 вольт и ветрогенератор 12-вольтовый вот так же что сделать мне есть доступ да в общем-то и у многих есть доступ людей кто общается с мастерами компьютерными есть доступ вот таким бывшим аккумулятором то есть 12 вольт 7 ампер обычно бесперебойник когда ломается он не сам бесперебойник его электроника ломается садятся такие аккумуляторы обычно еще бывает что какой-то один особенно 24 вольтовых системах где и бп используется обычно садится один то есть наведавшись в гости попив чаю привезя с собой еще кофе и печенюшки у ребят в компьютерных фирмах можно попросить вот такие вот аккумуляторы то есть выбираются более-менее живые вот я тестирую их по вольтажу вольтметром и плюс еще есть такой момент козе то есть те которые искрят быстром козе он более-менее значит еще живой вот набираю здесь у меня сборка 12 аккумуляторов выведены но соединены поставлены распаяны плюс минус плюс минус в один жгут собраны здесь выведен ну и здесь два такие тройные клеммники это забирать отсюда вам можно чтобы было напряжение 12 вольт там освещение балластный регулятор и все остальное также так сделано то есть ветрогенератор будет подсоединяться сюда три фазы здесь хомутом и на боковую стенку чтобы при открывании дверцы я уже не парился что там провода будет шевелиться точно также будет сделано здесь то есть питание бесперебойник оборудование я сразу ввел под крышку здесь вот таким вот методом то есть провод есть он двигается вольтметр вот такой вот китайский взял и точно также на одну из на один из конецов плюс-минус подсоединил так как они все выведены в одну гильзу то есть идет ну там потери может быть на длине провода но тут максимум сантиметров 15-20 длина провода 0 4 квадрата взяли вот синий ну конечно да обязательно изолентой пометить плюс минус если нету красного и синего провода были красного и черного чтоб определять вот питание их точно также подведено не как одному клеммнику а подведено да немножечко будет как бы длинный пульт то есть сантиметров 40 ну я думаю это сильно сечение 4 квадрата будет нормально комфортно вот то есть сюда также будет собачен вот такой вот а таймер этот как раз для включения освещения он также здесь будет нужно хочу сделать все в одной чтобы от этой коробки только шли провода программируем таймер включения выключения ну вот так вот так же будет сделан балластный регулятор у меня есть интересная штучка наша ставропольская фирма ребята занимаются вообще энергетикой в том числе и альтернатива сейчас солнечной батареи у них аккумуляторы контролеры контроллеры точнее вот я что сделал они заказали на заводе под заказ сделали 48 вольтовые тены воздушные женудительного охлаждения в 12 вольтовой системе он всего лишь на 100 ватт тянет вот ну я его как бы в любом случае приделаю либо на 12 вольтовую сюда как балластный сжигатель либо приделаю его своей 24 вольтовой системе посмотрим питается он точно то есть в 12 вольтовый аккумулятор я запитал сразу вентилятор сразу от клемм я проверял все начинает работать как только на него напряжение подается либо намотаю спирали из них рома сам посчитаю сейчас потихоньку в это вникаю ну то бишь здесь будет балластный регулятор еще балластный регулятор будет выполнен на 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 вот таком реле это реле программируемого то есть подстраиваем вот я тут на 12 вольт у меня есть такой же на 24 вольта то есть включение на 14 вольтах начинают контакты замыкаться и выключаются они на 13 вольт это я с помощью вольтметра там источника без питания отрегулировать релю хоть в общем то такая же как и обычно вот только вот с двумя такими регулировками включение выключение но это она не без табло то есть методом подбора источника питания там я у меня есть от ноутбука на 19 вольт и вот я крутил выставил такие пороги напряжения 14 она включается и 13 выключается у реле есть задержка то есть на включение если держится 14 вольт больше трех секунд она включается и если или 5 по моему секунд она включается если понижается напряжение до 13 вольт и держится три секунды то она выключается диапазон у него от 16 вольт до 10 можно вы отрегулировать вот но это реле но все на 20 ампер и поэтому будет также еще промежуточного такое на 30 ампер автомобиля либо твердотельное поставлю также на постоянный ток чтобы вот именно на сбрасывать на балласт тоже это все хочу аккуратно вот так вот где-нибудь здесь соединить либо может быть так чтобы было станини стационарная мобильная то есть в отдельном корпусе эти два реле соберу там силовые контакты выведу и методом вот подключение где-нибудь вот здесь на боковой стенке контроллер для солнечных батарей поставил вот такой он трудился на курятники вот это же на там побросал я два аккумулятора такие же маленькие пока такой не знаю сейчас еще едет стабло один может быть поменяем посмотрим то есть здесь тоже есть таймер солнышко зашло и выставляется там сколько после захода солнца на час на два на три на четыре посмотрим и в ветряк точно так же то есть контролерчик вот такой самый простой он тоже уже работает в системе у меня на мою 24 вольт обслуживает один из ветряков ну и потрудиться здесь вот метров нету было бы конечно хорошо ну вот вольт-метр я поставил думаю за этим будут будут посматривать ну пока так вот уже потом тогда установлю попробую заснять до конца ролик и так итог внедрения не до конца но все же так время вечера 2100 вот вот такой получился настенный монтаж проводочки еще не уложены не за этого но подведена энергия от ветрогенератора подведена энергия от солнечных батарей вот это выход на освещение курятника его я сделал не от таймера а вот заход плюс пять часов потому что как бы на улице светло соответственно темнеет светлее адекватно то есть куры не ложатся спать когда включается там подсветка вот по таймеру захода солнца а вот контролер который дает а вот у перепелов тут как бы окошечко маленькое соответственно на улице еще светло здесь уже можно ложиться спать поэтому здесь пока что еще используется такой таймер 24 вольтовый не переделан есть такой же таймер на 12 вольт он скорее всего здесь где-то поселится и от него запитается запитаются все вот эти светодиодные лампы вот есть один момент который я не учел все эти лампы меня изначально сделаны на 24 вольта то есть там стоят понижайки но они сделаны для того чтобы днем днем если тут свет включается от электричества бывает так что до 30 вольт поднимается а у них расчетных 25 вольт поэтому понижайки все равно стоят они дают где-то 24 со следующим понижением ночью но это для освещения этого хватает вот так вот где-то вот поэтому то есть при переходе на вот эту систему 24 вольтовую полностью автономную придется перебирать и все свои фонари как бы фонари я делаю из светодиодов на 1 ватт 3 2 или 33 питания вольта то есть последователь на звездочки а потом на радиатор вот то есть также вывел один в распред это вот на наверх пошло в распредка коробку и вот здесь два то есть провода один на освещение курятника и один идет и 12 вольт постоянно на на улицу а там я уже запитывают дворовые светодиоды от выключателя ну пока так аккумуляторы конечно покажут сейчас сегодня как бы только славная на 4 запустил солнечную батарею подключил напряжение подскочила до 14 вольт но насыщение емкость произошло ну и также потом в процессе мы буду выискивать те аккумуляторы которые как бы более дохлые ну как делается это по идее ну вот они все стояли были тут все одну то есть где-то недели две они стояли без подзарядки и напряжение у всех оставалось не падал то есть банок замкнут таковых нет ну вот этот вот один он что-то видно либо он подгорел от соседнего аккумулятора в сборке когда стоял в источнике бесперебойного питания ну как-то крышечка поплавлено но у меня есть еще запасные подберем что-то грубо говоря пусть даже тут 5 ампер умножаем на 11 штук то есть 50 60 ну в идеале на самом деле конечно вот ну вот это позволяет теперь эта система не переживать за то что домовая система резервного которая на 24 сделана вольта вот что она будет еще тратить энергию сюда также вот брудер растут он перепеля то уже большие тоже запитала 12 вольт вот от этих же то есть освещение и электроника нагрева она уже работает стабильно тоже ничего ей плохого не грозит как-то так еще вот вентиляторы сюда же то есть в этом помещении 24 вольта я думаю уже как бы не останется все будет локально также вот еще балластный регулятор нужно будет сделать как раз поставлю винт помощнее чтобы и отрегулирую так реле включение чтобы как бы он даже 16 написано напряжение торможения 15 12 вольтовой системы ну чтобы даже до 15 он никогда не поднимался и вентилятор пусть там ветрогенератор масла это здесь лучше будет сжигаться использовать тот ребренный кен или все-таки намотать не хром еще посмотрим ну пока душа больше лежит на нихром то есть тот арбюренный чтобы отдает намотать где-то ватт на 200 то бишь купе солнечной батареи и ветрогенератор я думаю 200 ватт легко хватит когда ветра нету солнечной батареи будет просто периодически под этого подтормаживать зарядка а вот когда будет ветрогенератор пусть он сжигает все ну как то так